Приветствую всех заглянувших! Пожиная плоды нашего сверхтехнологичного кибервудущего, все чаще замечаешь, насколько безидейной становится техника. По сути, на текущий момент все приборы приведены к единому форум-фактору и техно-стандарту. А все, чем год за годом радуют их производители, так это лишь уменьшение размера и увеличение мощности. Только взгляните на этот черный кирпич. Да, технически он совершенен. Да, он умеет все. Но при этом полностью утратил оригинальность. А от своих более или менее крутых собратьев отличаться теперь может только набором начинки. При этом былые кнопочные телефоны до сих пор активно используются. Классифицируются они сейчас как недорогие. У большинства отсутствует плеер с камерой. И они вызывают немалое удивление при наблюдении за тем человеком, который до сих пор такой юзает. Конечно же, каждый из них сейчас очень дешев. И Е-каталог говорит, что в моих локальных магазинах электроники их стоимость почти не превышает косарь. Ссылку на таковой оставлю в описании, ну мало ли захотите узнать, сколько такие аппараты могут стоить у вас. Однако, возвращаясь в наш футуристичный 2019 год, все они, как и смартфоны, делаются словно под копирку. В том числе и поэтому мы все чаще вспоминаем то волшебное время нулевых, когда даже самые крупные бренды не боялись экспериментировать со своими аппаратами. И когда каждая новая труба просто поражала фантазию тогдашней школоты. Вообще складывается стойкое впечатление, что со времен релиза Nokia N-Gage, каждая контора вызвалась участвовать в челлендже, кто выпустит наиболее непонятную мобильную хуету и не обострется в процессе. И разумеется, участников было много. А одним из самых ярких челлендж-асепторов оказался Samsung. Дизайнеры и инженеры которого в один прекрасный момент, объебавшись клеем, солями или парами бензина, вдруг решили, что нужно бросить все силы на создание нишевых трубок для спортсменов, путешественников и просто выживальцев. Хрен его знает зачем. Может они так креативно народ к апокалипсису 2012 года готовили, но на деле, пока они все были под этими веществами, у Samsung получались действительно надежные звонилки, которые при своей мега-защищенности проигрывали конкурентам во всем остальном. Первым тревожным звоночком в тревожной мобиле стал Samsung M110. Первая бронебойная труба от Samsung, претендующая на соответствие степени защиты IP54. То есть грязи и воды уже боялись не особо. Однако с этим милипиздрическим экранчиком времен фонарных Нокий, ущербнейшей камеры и ценой, сравнимой с нормальными такими Нокиями и Sony Ericsson, энтузиазма в приобретении среди клиентов M-ки не особо получили. Однако Samsung не сдались и продолжили пилить приборы для выживания, по сути латая всевозможные дыры дизайна и эргономики, чтобы создать действительно неубиваемую мобилу на века. Получилось ли это у них? Ну, если коротко, то да. Если чуть подлиннее, то нет. А если детальнее, то милости прошу на смотр телефона Samsung B2100. Итак, по внешнему виду оригинального бокса мы видим, что на момент выпуска позиционирование оставалось прежним. Телефон по-прежнему рассчитан на агрессивный образ жизни. Более того, класс защиты теперь имеет IP57, то есть погружение во враждебную среду на расстояние до 1 метра. Вода, песок, грязь. Ему ни по чём всё. За возможным исключением кислоты не проверял. Короче, для путешествий на другие планеты самое то. А вот что до всего остального… Давайте разбираться. В отличии от 110-й Мки, в этот раз Samsung не стали жаться как минимум на нормальный дисплей. Конечно, нормальный в сравнении с Мкой, ибо даже Nokia трёхгодичной давности экраны имели в разы лучше. Однако, раз уж Мки продавались довольно паршиво, Samsung решили чуток сэкономить, дабы убытки в случае очередного провала не были катастрофическими. Как результат, под нож пошли оригинальный дизайн, ибо основа этого каркаса – переделка одной из прошлых моделей. И некоторый набор железа с камерой в придачу. Если даже 110-я Мка со своей VGA-шной камерой имела вспышку, то здесь помимо 1,3 Мп без автофокуса мы не получаем ничего. Но это на бумаге. Лично я за те несколько лет, что его нещадно юзал, успел нафоткать гигабайт этак 6. И результаты этих фотосессий с 2009 по 2012 сейчас перед вами. Всё равно собирался жёсткий диск чистить, так что пусть хоть что-то из них хотя бы на видео останется. Конечно, сейчас эти снимки смотрятся неважно. Хотя, почему сейчас? Они и тогда смотрелись неважно. Особенно на фоне моей Nokia 2008-го, которая на своё время выдавать умудрялась вот такое. Однако мне эти фотки по-прежнему доставляют, да и раз за разом напоминают о лучших временах. Порой вызывает душевную боль при осознании того, что как раньше уже не будет. А вот физическую боль здесь как и раньше вызывает видеорежим. Если у вас когда-нибудь окажется такой телефон, просто забудьте о том, что он умеет снимать видео. Ибо если его далеко не лучшая фотокамера снимает хотя бы в 1280 на 1024, то лучшее качество видеорекордера здесь это 176 на 144. Вот так это должно выглядеть. Вот так это смотрится в реале. Ах, реальность, жестокая же ты, сука. Но, пожалуй, самое прикольное, что результат записи Сименса C65 2004 года и то лучше. А ведь там камерой вообще сивка была. И да, конечно же, сравнивать нет смысла. Ибо снимать видео здесь можно не 30 секунд, аж пока не закончится объём встраиваемые SD-карты. Вот только хули толку, если на выходе всё по-любому превращается вот в такое. Мои часы на Яве тех же лет и то могут лучше. Ну а что же до повседневных задач. Софтвар на это мобила была хороша. Раз уж у нас тут образец конца нулевых, в качестве оси, разумеется, стояла Ява. Причём, наверное, одна из самых голдовых ревизий. Она ела абсолютно все приложения и игры, что я сюда в своих бурных нулевых накачал. А мониторчик легко их под себя подстраивал. И даже несмотря на то, что в данный момент он загажен по уши, по-прежнему умудряется работать реактивно. Что же до хардвара? Вот тут уже возникали некоторые сложности. Во-первых, это единый выход под всё. И если сейчас это называется микро-USB, тогда это называлось ебаться в край я забыл переходник. У каждой трубы был свой злоебучий коннект, несовместимый ни с чем, кроме себя любимой. Так что инженерить школьнику приходилось реально много. Или в самый неподходящий момент он оставался как без звука, так и без зарядки, которые успели развалиться по дороге в школу. В конце концов я тупо начинал покупать запаски. И некоторые из них до сих пор не распакованы. Так что с этим Самсунгом я теперь свой китайский магазинчик с мастерской могу открывать. Но при этом, пожалуй, это единственное, что действительно раздражало. Каждая прочая его деталь умудрялась выручать в самых непростых ситуациях. Качества фоток было достаточно, чтобы фоткать тетрадки для шпаргалок на контрохах. Довольно мощный встроенный фонарик не позволял оставаться одному в темноте. И даже его резиновый корпус не только защищал аппарат от катастрофических ударов и падений, которые, конечно, были, но и оказывался первоклассной стеркой для карандаша. Как видите, его днище после этих процессов даже немножко протерлось. И именно на этих самых плюсах порой и строятся все поголовно обзоры этой мобилы. При этом, конечно, не отрицая несостоятельность Самсунга как основателя рынка бронебойных моделей для активной жизни. Ведь в реале, кому тогда они подобный телефон могли продать? Путешественникам и спортсменам? Да не, такие ребята предпочитали более солидные модели. И готовы были жертвовать надежностью ради получения более качественных фоток и общего экспириенса. Может, автомеханики какие бы заинтересовались? Типа, не опасно, если что-то разобьется при работе с грубым инструментом? Но, типа, как бы тоже не. Эти работяги себе что тогда, что сейчас берут совершенно другие мобилы. Так что теперь, даже спустя года, несколько сложно понять, на кого все же ориентировался Самсунг. Лично я в своем 2009 брал его исключительно ради неубиваемого плеера. Так как со своей имеющейся Нокией камера меня вообще не волновала. Но вот теперь, спустя 10 лет, наконец-то можно трезво взглянуть на то, что Самсунг точно не предусмотрел. И почему юзать эту мобилу сейчас, в отличие от любой другой, крайне сложно. Ну, со слабой камерой мы уже хорошо познакомились. Но никак ее со счетов нельзя сбросить. Так уж вышло, что в современном мире видео нужно ничуть не меньше, чем фото. Так что тут у нас первый минус. В то время, и за ту же цену, аппараты умели снимать гораздо лучше. Следом идет батарея. Одной из основных слабостей этой серии является именно аккумулятор, который уверенно теряет емкость после пары лет использования. И это не мне так не повезло с браком. Я перепробовал их достаточно, чтобы выявить подобную закономерность. Ну, а если кто уверен, что за это время любой аккумулятор помрет, вы скажите-ка свои претензии вот этим ребятам. Ну и, наконец, худший из возможных диагнозов. Разрушение самого корпуса. Как бы иронично это ни звучало, но то, что спасало мобилу все это время, медленно ее же убивает. Уже сейчас резина высохла ровно настолько, чтобы оставлять свои куски на руках после каждого использования. Поворотный замок задней крышки практически выдавил свое резиновое гнездо. Резиновая же шторка слота коннекта буквально только что отвалилась при попытке зарядки. Он постоянно липнет к рукам, оставляя после себя нечто напоминающее масло. А после недавней попытки засунуть его в карман, он и стал выглядеть, как будто его только что съели и высорали. И главное, приятель с такой же трубой предупреждал, что так и будет, что к корпусу рано или поздно придет хана. Но он-то свой и в море топил, и на солнце потом сушил. А я ведь берег. Даже в родной коробочке и целлофанчике все это время хранил. И думал, что с моим-то такого уж точно не будет, что меня эта хрень обойдет. Но, как видите. Конечно, хоть подобные неудачные эксперименты и стали одной из причин прихода к единому формату, даже несмотря на все трудности в эксплуатации, я порой скучаю по тем чудо-девайсам, которые всегда чем-то да умудрялись удивлять. А этот малыш теперь уж точно может обрести покой в моей коллекции. Уж кто-кто, а он это точно заслужил. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!